Депутаты внимательно выслушали доклад начальника финансового управления администрации города. Бюджет Сочи или по-другому объем собственных доходов составил 6 миллиардов 463 миллиона рублей. Это на 1 миллиард меньше, чем в 2013 году. Отрасль строительства у нас в 2013 году, бюджет города Сочи, дала 1 миллиард 600, в 2014 году всего 440 миллионов. На налоговом учете у нас с вами состояло на 1 января 2013 года 47 тысяч налогоплательщиков, ну я там не беру. И на 1 января 2014 года количество налогоплательщиков сократилось почти на 3 тысячи человек. Расходы составили 12 тысяч 400, 12 миллиардов, оговорился, 12 миллиардов 400 тысяч. Здесь у нас с вами привлеченные кредиты и остатки, которые у нас были по состоянию на 1 января. Средств хватило на все социальные проекты. Была даже запущена в прошлом году программа переселения жильцов из ветхого жилья. Тем не менее, цифры депутатов не порадовали, ведь расходы значительно превысили доходы. В результате у города образовался существенный долг. Дефицит составил 3 миллиарда 317 миллионов, сумма все-таки значительная. Эту сумму придется закрывать, я понимаю, это долг. У нас большая кредиторская задуманность, большая дебиторская задуманность. И с учетом того, что мы пока не видим перспектив по доходам. Перспективы есть, я их называл, но над ними надо очень плотно сесть и поработать. Здесь должна быть и политическая воля, и большое желание, и понимание, куда идти. Одно из предложений депутатского корпуса по предприятиям, которые стоят на налоговом учете в других субъектах, а работают в Сочи, например, крупные торговые центры. Предлагается перевести их на учет в нашем городе, иначе фирма зарабатывает здесь, а помогает бюджету других регионов. Еще один потенциальный источник поступления – земельный налог. Сегодня около 20% земель принадлежит федеральным структурам. Таким образом, городской бюджет не получает налогов с этой территории, и здесь нужна как законодательная инициатива, так и совместная работа депутатов и исполнительной власти. Не осталось без внимания депутатов и проблемам подключения жилых домов к центральной канализации. Народные избранники в вопросах выдачи технических условий и проектной документации планируют разобраться детально. По настоятельной рекомендации главы курорта решили собрать специальное совещание с участием руководства Сочи Водоканала.